привет и снова я был пухтен и теперь газель трешка наша тут трехметровая 400 вторую мотор вот павел антонович на ней так ездит трогнул тронулся и на 1 2 треки на тракторе обычно потихонечку не спешу у меня тоже там около 10 километров я и так еще пока не показывает сейчас четвертую то не надо включать почему на 4 передача сейчас это оборотов но о чем мотору таханажа придет на но мы же не постоянно ну вот на 5 и пошел ну на 5 30 километров семья немножко дал газу но это мы для чего это все вот так показываем пушневая хорошая компрессия хорошая накат тоже неплохой катится и ладно там узел что-то там с этим с карбюратором то наколдовал скажи как дяде пашу забрал правильно собрал правильно по книжке да этот человек любитель по книжке все делать по заводским для параметрам не люблю я это наш вот это газель хава 13 половина литров бензин 93 карбюратор 402 ну мы конечно как павлик не ездим нормально ездим нет я тоже нормально ездил это мы просто так показали да так не просто очень а езжу это я нормально понятно вот полный гардер поехал машину я нормально 80-90 ну газели 80 нормальный и движку нормально он хоть сопли не кидает на такую скорость две две с половиной тысячи оборотов для четыре второго двигателя это нормально ну так а чё вот она две с половиной почти девяносто там каковременный разгон до трех тысяч можно подниматься а постоянно 3000 держать не надо там быстро набивка изнашивается это в моторе в 402 да там же сальники нет садить не любит он этого ну да понятно что это же на 405 все будет и конечно мы никто не грузим машину на спокойность надо есть возможность на второй передаче переходим на вторую передачу так что не знаю кто там хает 400 вторые моторы греются не греются надо просто ездить нормально да и за машиной следить не хуять ничего греться не будет смотри ступицы свои схождение развал колеса смотри давление в шинах все короче в совокупности да конечно если машина останавливается нет никакого наката двигатель нагрузки работает или там допустим у него одна свечка наперебой работает уже начинается греться двигатель потому что силы мотора не хватает а один цилиндр остановит он процентов тридцать заберет расходу лишнего топлива ну да да конечно мы хотели и узет и поставить 1g 2gz 1gz 1gz ну короче смотри вот он работает вот у него 700 оборотов есть что ему надо еще больше то что ну стоит спокойненько работает ну да даже в ничего не трясется ничего что ему надо ну как передачу убери руку ну слегка так чуть-чуть ну только только абураторный и тем более это свечки могут где-то свечи чистить постоянно это просто чтобы не ржавели мозги вот тут всего 42 там последил там последил там последил машина ходит а то привыкли на иномарке ездить ничего не делать а потом поехал на трассу сломался возле трассы и сидит бананш коробку жрет и никто ему не останавливается потому что никого нет и сделать то ничего не может один узет не ломается бля на трассе никто не стоит ты просто на трассах не ездил и не знаешь как они ломаются ну хер знает я сколько лет 20 лет по трассам ездил знаешь какие машины ломаются даже самые надежные хорошие вот инфлятор инфлятор у нас включился сам ну тут систему сделали там видео на канале есть система модернизированная у нас охлаждение если есть нормальная компрессия у двигателя нормальная не хороший термостат да хороший термостат не сильно бедная смесь нормально все сделано что ей греться когда компрессия падает в машине силу теряет все начинаются проблемы а проблема начинается где-то может с третьего раза когда его перегреют уже могут возникнуть определенные неприятности а так что так нормально короче как а мне нравится то что ну и что перегрел ну пошел в какую новую поршневую ну подобрал эту поршневую поставил то хоть сам можешь это сделать а то как то есть как какой-то как овца какой-то стоишь на этом на станции тебя имеют как хотят она это та же самая работа тоже самую поршневую поменять только будет стоить на этот 1 узет немеренных денег ну да а тут точно та же сам можно сделать не ну на 1 узет поршневую не меняют его просто десантируют новые ставят ну контракт точно также пожалуйста каждый день покупать новые ну понятно тема такая для размышлений конечно но все зависит от короче говоря мы хотели поставить узет я уже прямо поливался честно говоря но что-то меня вот павел антонов переубедил но я и кстати не жалею в принципе то водитель нормальный ездит толковый на машине поэтому осмотрит посматривает приглядывает масло ты от смены до замены ничего не живет вообще ничего надо еще полторы тонны грузишь едешь не больше уже поменяли мостов а вот у нас там ребят они они конечно тоже на узетах на gz все все у них там задние мосты едут почему только непонятно ну если завода изготовителя не установлена ничего не сбалансировано чем можно придумать у нас конечно не лет там за пять миллионов которые собирали у нас хоть капот так открывается нормально да да ничего нормально что нет смотреть да 402 400 ну вот такие вот у нас газели газели одна из нескольких и самое экономичное мясо ну еще next у нас дизельный тот десяточку то и меньше жрет работяга тот вообще вся нагрузка на нем можно снизить расход методом эксплуатации где-то немножко поменьше скорость допустим не 80 на 5 а 75 уже на 4 гораздо меньше сожжет уже попрел гораздо меньше ну на процентов 15 20 точно слушай ты кому вот ты сейчас ты сейчас говоришь там что 13 половина литра жрет по-моему никто знает все там рассказывайте да блядь 13 половина только мы с тобой знаем об этом павлик и водитель нормально возьмет хорошую поршневую и 405 у нас газели есть тоже этот этот как он не бизнеса как она предыдущая перед бизнесом ну а это блядь то наху 22 блядь употребляет девастатор но мы его из принципа на газ не ставим у меня газон 18 до 76 так короче водители говорят не мы на этом не поедем на на 405 дайте нам вот эту машину бля не будем ездить ладно это так видео видео про газель всем добра подписывайтесь на канал пока